С 20 апреля в регионе рыбалка запрещена. У рыбы начинается нерестовый период. Контроль за соблюдением правил рыбной ловли в самарских акваториях усилят. Для того, чтобы предотвратить браконьерство, сотрудники полиции совместно с природоохранными органами будут проводить регулярные рейды. На нарушителей будут составлять материалы, чтобы недобросовестные рыбаки ответили по закону. Им грозит административное либо уголовное наказание. Это зависит от того, насколько большим будет улов, каким способом он будет произведен и какая именно рыба будет поймана. Мы организовываем совместные рейды. Конечно же, все эти материалы должным образом регистрируются в книгу учета сообщений о преступлении и правонарушении. По ним дается правовая оценка. По итогам правовой оценки уже принимаются решения либо о возбуждении уголовного дела, либо о составлении административного протокола. За 2021 год провели более 2000 проверок. В результате составлено 1376 протоколов. Это меньше, чем годом ранее. В 2022 году контролеры ожидают еще меньше нарушений. Правда, связывает это не с повышением самосознания у рыбаков, а с увеличением размера штрафов за незаконный улов. Нарушений становится меньше из-за того, что штрафы на рыбалку за водно-биологические ресурсы намного стали выше. Это очень ощутимо. Элементарно, щука – 925 рублей, когда запрет на период времени, умножается это все дело на двое. Граждане, которые находятся на водоеме, им только разрешено рыбачить с берега одной донной удочкой или поплавочной. Не более двух крючков на человека. Нерестовый период продлится до 10 июня. Мария Елевна, Григорий Плешаков, события.